Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Екатерина, я вас поздравляю, сегодня 80 лет вашему супругу, замечательному писателю, моему любимому писателю. И я вот с детства мечтал, что я буду любить девушку, писать о ней стихи и на это жить. А вот как удается вашему супругу вас любить и писать, и жить на этом? Как ему удается совмещать то, что он меня любит, то, что он пишет, и этим зарабатывать? Да. Я не знаю, наверное, это лучше спросить у него. Не, ну вы чувствуете, что вы что-то даете такое эфемерное, которое потом становится текстом, разве не так? Музы или му? Ну, я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Наверное, лучше у Леонида спросить. Нет, ну здесь очень тонкая грань. Вот я когда любил свою девушку, она мне ничего не давала, но в то же время давала все. Разве не так, что вы чего-то не даете и в то же время даете все абсолютно? Ну, возможно, вы правы. То есть это мистика взаимоотношения любящих людей, среди творческих людей. она возрождается в чем-то, что остальным приносит счастье? Ну да, есть такой момент, действительно. То есть вот ваше счастье становится счастьем других людей. Разве не так? Наверное, вы правы. Вы это чувствуете? Ну, я не могу сказать, что я это чувствую, но если вы, ну как, если читатели так чувствуют, значит так и есть. Может быть, через вас Бог, мы это узнаем. Если есть покойки моего мужа, те, кто читает его книги, последние. Может быть, действительно они оставят такие свои отзывы, и тогда мы будем думать, что так и есть. Вот мужчине, чтобы жить, надо отдавать. Это его энергетика, это его даже физиология, я бы сказал. А женщине надо принимать. Любовь почему-то идет от мужчины к женщине. А что идет от женщины к мужчине? Ну, я всегда считала, что для женщины тоже очень важно именно отдавать. По крайней мере, для меня это так. То есть вы чувствуете, что вы отдаете столько же, сколько и получаете? Или больше? Знаете, я в количествах никогда это не изменю. В эмоциях? В эмоциях. Я отдаю то, что у меня есть. Леонид отдает то, что есть у него. Но я не знаю, как это можно померить, кто меньше, кто больше. Скажите, а вы следите за тем, сколько ваш муж работает и отдыхает? Нет, я не слежу за этим. То есть он сам следит за собой? Может быть, он зарабатывается? Ведь он написал огромное количество книг. Вы ему говорите, отдохни, приляг, или встань пораньше? Вы думаете, что он встает и только делает, что пишет, 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 пишет и пишет? Конечно, нет. Он же, ну как сказать, как все мы, живет в своем каком-то ритме. Когда у него есть вдохновение, он пишет. Когда нет, он раскладывает пасьянцы, обдумывает что-то. Он же все-таки, не знаю, они вагоны разгружают. Что за этим надо следить? Это внутренний процесс, который у каждого писателя свой. Как можно вмешиваться? Вот у меня есть ужасная черта. Я говорю с близкими людьми очень грубо. А вы говорите в семье деликатно? Да. То есть вы уважаете друг друга. Вот я чем ближе к человеку, тем я грубее с ним говорю. Это ужасная моя черта, я очень от этого страдаю. Я вам сочувствую. А вы говорите деликатно. Это очень важно, по-моему. То есть у вас овеществленное. Это не значит, что я не уважаю человека. Я его даже люблю, но все равно я разговариваю грубо. Это даже ужасно. Я спасхватываю всегда. Это как бы я всегда борюсь с собой, что я говорю очень грубо. С близкими мне людьми и с друзьями даже. А вот моя жена говорит мне, что у нас в семье всегда говорили очень уважительно друг с другом. Вот как вы говорите в семье. Стараемся говорить уважительно друг с другом. То есть у вас ровные, спокойные семейные отношения без... Да. Это большое счастье. Вы чувствуете это, что вы делаете это, немножко стараясь, или это у вас естественно получается? Нет. Вы знаете, в нашей семье это так принято, это естественно получается. Скажите, вот у вас растет замечательная дочка. Как вы ее воспитываете? Ну, ее просто любят. А кем бы вы хотели, чтобы она стала? Счастливым человеком. Ну, сейчас трудно быть счастливым, не обладая, в общем, на пределе возможности какими-то специальными качествами. Вот я вчера встречался с выдающимся молодым русским ученым, который преподает 35 лет, полный профессор Нью-Йоркского университета. Он химик. Мать дала ему книгу по химии в 4 года. В 6 лет он пришел в университет, ему сказали, вы готовы учиться на третьем курсе? А что он играет на барабанах? Нет, он сейчас преподает. А барабанах не играет? Нет, он преподает, он получит Нью-Йоркское время, буквально через год, через год. Он выдающийся химик, кристаллограф. То есть вот это ранняя специализация, вот мой сын, допустим. Нет, вы знаете, этот человек играет на барабанах, я знаю, о ком бы говорить. У него есть такой хобби. Да? Он играет на барабанах? Да, потрясающе. Я говорю сейчас об Артеме Аганове. А, нет, это другой химик, но он тоже молодой, тоже скоро получит Нью-Йоркское время. Ну, видите, сколько молодых химиков. И вот я почему затронул разговор об этом? Что вот мой сын окончил уже 5 лет, 5 курсов Бауманского института, и он просто уехал в Америку. Он сказал, я здесь, здесь даже не было альтернативы. Когда второй раз приехал в Америку, он просто остался, потому что там он видит свое будущее. Это для меня и легко, и тяжело одновременно. То есть вот вы выращиваете дочку в каком-то новом, совершенно новом времени, где молодые становятся определяющими людьми в нашей жизни. Разве не так? Ну, да, это так. То есть что вы делаете для того, чтобы ваша дочь уже сейчас, в раннем возрасте, была готова к этому времени? Знаете, во-первых, у девочек судьба немножко иная, чем у мальчиков. И для будущей женщины, которой станет моя дочка, мне кажется, важен именно опыт счастливой семейной жизни и вот таких уважительных отношений между близкими, о которых мы говорили. Потому что для женщины все-таки мне так кажется. Важнее вы умеете выстроить отношения в семье и иметь счастливую, хорошую семью. Тогда она и станет счастливым человеком. Поэтому, если вы говорите о профессиональных качествах, об учебе, то не могу сказать, что я делаю что-то специальное. Она играет на гитаре, она увлекается тем, что и в месяцах, она там ходила в музыкальную школу, она любит алгебру. Что из этого ей пригодится в будущем, я не знаю. Но в основном я стараюсь просто дать ей те возможности, которые у меня есть, возможности ей дать. И не сильно ее передавливать, не слишком сильно ее контролировать. Просто еще раз повторю, любите. Потому что... Прошите пожелать счастья вам, вашей дочери, и выразить свое восхищение вашим замечательным мужем, писателем. Вечно юным. Вечно юным и вечно творчески молодым и энергичным человеком. Спасибо вам за интервью. Браво!